Добрый день, уважаемые телезрители! Время сбора урожая. Мы уже часть урожая собрали. Сейчас покажем сорта, которые еще остались. Середина сентября уже. И покажем последствия дождя. Это очень важно. Которые сорта выдержали, которые не выдержали дождь. Ну, так как много жалуются людей, приходят с треснутой ягодой. Я расскажу, почему она трескается. Дам некоторые ему советы, чтобы она не трескалась на следующий год. Или же подскажу, какие сорта садить, которые практически не трескаются. Хотелось бы осветить один из первых сортов и самых лучших по растрескиванию. Одним из самых лучших. Это кишмиш. Нептун. Белоягодный. Со вкусом яблока. Очень выраженным. Другого вкуса никакого нет. Это он начинает вкус, скажем, белого налива. Потом переходит вкус антоновки. Очень устойчивый. К растрескиванию. Значит, аидиумом ягода вообще не поражается. Висит сколько угодно. Дождя не боится. Ни одной ягодки лопнутой нет. Вот здесь ничего. Тут ни ножницами никто не работал. Ничего. Как пришли, так оно и есть. Немножко заросшее буряном. Видите, какая у него ягода. Значит, плотная. Хоть и гроздь плотная. Нету ни загниваний. Ничего. Ягода не усыхает. И ягода очень красивая. Это на солнце осветляется, когда становится ярко-желтой и прозрачной. Ну, так как мы рассматриваем сейчас сорта, которой полностью ни одной трещинки на ягодах не было, хотелось бы показать вот самый лучший для вин, скажем, сорт. Цитронный магарача из белых. Укрывных, конечно. Там другие, если не укрывные, там другие сорта будут. А это цитронный магарача для вина. И по загруженности, и по вкусовым качествам. То есть он один из лучших считается. Вот посмотрите, какая нагрузка. Значит, по два вызревает. По две грозди на кисти. На некоторых и по три даже. Не в ущербу урожаю следующего года. Вот лоза, смотрите, какая она. В палец лоза. Она опять будет давать на следующий год урожай. Тут, по-моему, даже вот три. Раз, два. Да, три. Вот лоза дальше идет. Плодоносная опять она будет плодоносить. Цитронный магарача. Вкус у него цитрона, лимона. Мускат такой своеобразный. Тоже считается и для вин хороший, и кушать он очень вкусный. Когда я его вынес на базар, случайно, так не было уже ни кишмише, ничего. А люди просили что-то вкусненькое. Вынес, попробовали, и в прошлом году и вина с него даже не сделал, потому что постоянные клиенты замучили. Конечно, вот куст ему, там, шестой или седьмой год. Килограмм 35-40 точно есть. И каждый год он так дает. Рядом здесь остатки, скажем, урожая, несколько гроздей. Ну, одного из лучших черных кишмишей, укрывных, конечно, для нашей зоны обязательно, это кишмиша ленушка. Грозди у него были до килограмма. Сейчас грамм по 700 остались, ну, самая большая с килограмм, наверное, была гроздь. Ну, это осталось буквально третья часть урожая. Вкусовые качества очень хорошие. Ягода хрустящая, тоже рекомендуется для выращивания. Устойчивость нормальная при трех-четырех обработках. Можно выращивать такие грозди. И только что пробовали, вот после дождя не потерял ни вкусовых качеств. Очень вкусные. Сорт тоже не треснул ни разу, значит, за время дождей. Сорт с мускатом, это сорт Матильда. Очень хороший мускат, приятный. Ягода средняя, но ценится именно из-за муската и хорошего сахаронакопления. Ягода очень хорошо висит. Она уже готовая недели две. Тоже можно выращивать смело. Для вина можно даже добавлять понемножку. Очень вкусный получается вино. Ну, как гроздь, грамм 700 до килограмма бывает. Ну, средняя грамм 500-700. Много задают вопросов. Самый популярный даже вопрос, это почему лопается ягода, и как избежать этого, какие сорта надо. Значит, одним из главных, можно сказать, ну, не главных, ну, все-таки очень важных процедур, это идет катаровка. Это делается, конечно, весной, но пока это актуально. Катаровка – это обрезание вот этих корешочков, вот видите. Они портят, значит, ягоду. Если сильные дожди, то, что у нас есть, они, ягода из-за них будет трескаться. Надо, конечно, обработки атоидиума постоянно у нас. То, что раньше препараты мы делали, много люди даже делают, оно не помогает ничего, потому что они включают в себя препараты атоидиума хорошие. И кто приходит ко мне на консультации уже с весны, конечно, я рассказываю все это, и уже очень хорошие успехи. Люди приходят и благодарят, потому что даже некоторые, кто занимался виноградами по 20 лет, уже по 30, кто побрасывали урожаи. После катаровки, то есть удаления вот этих корней росиных, нужно обязательно чем-то обработать, а без зарази, чтобы не попадала туда никакая инфекция. Хорошо или марганцем смазывать, обеззараживать, или другими, там, медным купоросом можно. Есть специальные для по уходу, спиртосодержащие есть препараты. И ягода намного меньше будет лопаться из-за этой процедуры. Это очень важно. Сорт «Подарок Запорожья» частично лопнул в этом году и в прошлом году. Ну, вот этот ряд весь был у меня «Подарок Запорожья». Тут, сейчас покажем дальше, перепривитые. Вот, смотрите, прививка уже этого года. Немножко ягода дается. Эта ягода уже не лопнула. Ну, это из новых сортов. Чем плохо, вот ягода лопнутая, вот, надо удалять, потому что она будет капать, значит, и будет загнивание всей грозди. А виноград еще не готов. Хорошо, когда он в этом году и Аркадия лопала, люди вынесли на базар и продали сразу. Дешевле, конечно, цена была, но надо стараться, конечно, выбирать сорта, которые не лопаются или практически не лопаются. Пока что из белоягодных, вот, богатяновский хороший, вивайка. И там некоторые новые сорта, очень хорошие. Крайново неплохие сорта, новые. А старые, конечно, будем, если немножко не нравится, перевиваем. Вот так вот, сейчас дальше покажу тут сорта перепривитые. На следующий год, так как здесь рядом, еще покажем, уже перепривитые новые сорта. Уже в прошлом году, уже плодоносят полностью. И эти на следующий год будут уже перепривитые. Куст подарка Запорожья, полностью перепривитые в этом году. Везде уже практически на каждой прививке есть сигналочки. То есть, ну, вот этот один из будущих, наверное, самых лучших будет белоягодных сортов. Новый сорт Синдикат. Очень плотная мякоть. У меня с первой выставки, которая была еще в конце, в начале августа. И до сих пор ягоды вожу, на пробу показываю. Этот сорт, конечно, уже один из лидеров белоягодных будет. Темный это тоже новый сорта. Ну, пока не хочу говорить, пускай на следующий год будет плодоношение нормальное. Тогда мы снимем, покажем, как оно как раз трескивает. Ну, пока что на прививках ни одна ягода из новых сортов, ни где не лопнула, ни одна. Красноокрашенный сорт, огненный называется. Ну, по цвету, конечно, равных ему, наверное, нету. Очень красивая ягода. Очень хорошие грозди товарные. Тоже выдержал дождь. Уже ягоды, даже те, что лежат в земле практически, не пропадают и трескаются абсолютно. На момент, сейчас начало сентября, значит, ягода уже готовая. Может, немножко потеряла сахар, но все равно очень сладкая, потому что до дождя еще было слаже. Ну, окрас, конечно, красивейший, считаю. Хотя это второе подношение. В прошлом году была маленькая гроздочка. Сорт привитый на подарок Запорожья, частично перед прививкой. Вот, видите, подарок Запорожья, это сорт сенсация привитый. Ну, даже с первого года показывает очень хорошо себя. Не лопнуло, в принципе, нету лопнутых. Может, где-то снизу одна ягодка, и то, по-моему, и нету здесь. Значит, сорт похожий на преображение. Единственное, что лучше окрашивается и раньше созревает. Очень хорошая урожайность у него. Тоже советую. Один из лучших по окрасу. Видите, какой он красивый. И вкусовые вот сейчас пробовали. Даже после дождя, вроде, сахар должен уйти. Он накапливается и не уходит. Так что, пожалуйста, тоже рекомендую этот сорт. Здесь частичная перепрививка кустов тоже. Вернее, на разные сорта. Значит, тоже подарок Запорожья был. Здесь перепривита, вот, вы видите, красная роза. Ну, сорт очень хороший. Тоже нету лопнутых ягод. Он после песка, видите, дождь сильнейший. Нету ни одной лопаной ягоды. Значит, практически сорт уже можно кушать. Но он будет висеть очень долго. То есть, это тоже очень товарный виноград. Он очень плотная мякоть. Висит очень хорошо. Тоже в прошлом году несколько мне розочек было. Он не лопался. Рядом сорт, это тоже только что я показывал. Это сенсация привита. Ну, перегруженная прививка. Я даже не заметил, как она и образовалась там. Рядом сейчас еще, это ландыш сорт. Один сейчас, можно сказать, лучший мускат. Но тоже не видел, немножко не уследил. Мускат не пропал после дождя. Очень хороший мускат. Сегодня мы показали вам на участке новые сорта. Показали после дождя, какие сорта лопаются, какие сорта. Очень хорошо выдержали. А в основном тут такие, очень мало лопаных ягод. Смотрите дальнейшие наши передачи. Смотрите на канале Академ ТВ. Много мы покажем нового еще. Новые сорта и то, что для нашей местности приемлемо к выращиванию. До свидания. Новые сорта и то, что для нашей местности приемлемо к выращиванию.